Музыка Начиналось все с здоровых команд. Регби в Беларуси – это вид спорта энтузиастов. Команды существуют исключительно за свои собственные денежные средства. Мы попытаемся развить это до такого формата, чтобы в Беларуси это был действительно такой хороший крутой опен-эр. Я пришел, привет, заходи. Играют очень активно, и девушки наши тоже очень серьезно играют, и мужики тоже нормально играют. Это не страшно, как это выглядит со стороны. Вот эта вот лебедь, которая только что пришла на тренировку в платье, да, красивая переоделась в форму, лупит мужчин, заносит им попытки, это очень красиво, я вам скажу. Когда я выхожу на площадку, появляется легкость, эйфория, обо всем забываешь. Увлечение энтузиастов – это про регби. Сегодня этот вид спорта развивают гомельские команды, женская Seven Links и мужская Кватра. Почему энтузиасты? Потому что люди, стоявшие у истоков образования регби в областном центре, и те, кто подтягивался позже, уже имеют семьи, работу, да и возраст имеют не юношеский. Казалось бы, нужно завязывать, однако занятия любимым видом спорта не бросают и достойно выступают не только за клуб, но и за сборную, где составляют костяк команды. Начиналось все с дворовых команд. Мы играли где могли, где хотели. В 2016 году образовали регбейный клуб Кватра, и с тех пор начали выступления в чемпионатах Беларуси по регби. С тех пор идет история регбейного клуба Кватра. Спустя год, в 2017 году, мы создали женскую команду Seven Links, и буквально уже менее чем через год женская команда также начала выступления в чемпионатах Беларуси. И мужская, и женская команда не раз становились победителями национальных турниров по пляжному регби. В этой дисциплине гомельские дружины выступают наиболее успешно. Игроки Кватра и Seven Links – регулярные участники сборов и входят в состав национальных команд. В 2017 году они привезли с чемпионата Европы по регби бронзовые медали. В гомеле мы играем в три разновидности регби. В частности, мужская команда играет в регби-7, регби-15 и пляжное регби. Женская команда играет в пляжное регби и в регби-7. Чем отличается? Две дисциплины регби-15 и регби-7 играются на стандартном футбольном поле. И пляжное регби играется на обычной песчаной площадке. Это может быть даже часть пляжа, достаточно ровной, без камней. Александр отмечает, что для занятий регби не нужна какая-то новая или специальная материально-техническая база. Регбисты могут пользоваться той, которая уже существует. Это может быть футбольное поле или волейбольная площадка. Все эти годы, к сожалению, мы так и не смогли добиться финансирования какого-то. И все эти годы команды существуют исключительно за свои собственные денежные средства. И все соревнования, все выезды, в том числе, где-то на чемпионаты Европы, все это финансируется из, собственно, кармана игроков. По сути, можно сказать, что на данный момент регби в Беларуси – это вид спорта энтузиастов. Кроме Гомеля, регби в нашей стране хорошо развивается в Минске и в Бресте. Относительно недавно появилась мужская и женская команда в Речице. Также существует несколько детских команд в Гродно. В этом году в связи с пандемией сезон у всех команд получился сбитым. Например, гомельчане к тренировкам приступили лишь в июле. Мужская команда уже в июле отыграла чемпионат Беларуси по пляжному регби. К сожалению, вывести оптимальный состав мы туда не смогли и заняли всего лишь второе место. У нас тяжелая ситуация, наверное, более с мужской командой, потому что старая гвардия, та, которая начинала гомельское регби, потихоньку в силу разных обстоятельств начинает отходить от этого вида спорта, уходить, можно так сказать, на пенсию. И более молодое поколение, новые игроки, которые еще не зацепились на этой волне энтузиазма первоначального, они еще, в принципе, не достигли той формы, которая бы позволяла гомельской команде выступать на уровне первых годов, когда мы выступали. В данный момент мужская команда нуждается очень сильно в пополнении как раз-таки новыми игроками. В мужской команде доходило до 20 игроков в лучшие годы, вспоминает Александр. Постепенно кто-то уходит, кто-то приходит. Попробовать себя в регби сегодня приглашают всех. Алексей Сомов – один из новичков команды. Я не ощутил никаких нюансов по поводу, что я новичок. Я пришел, привет, заходи, все. На следующей тренировке я уже не новичок. Как человек, который уделил спорту большую часть своей жизни, я могу с уверенностью сказать две отличительные черты, которые присущи регби по отношению к другим видам спорта. Первое – это контактный вид спорта. В-трое – это групповой контактный вид спорта. Это говорит о многом. Я могу сказать следующее. Не нужно бояться регби. Нужно идти в регби и получать те ощущения, которые вы не можете получить в любом другом виде спорта. Регби – это круто. Здесь уникальность этого вида спорта состоит в том, что в принципе под конкретного человека можно подобрать определенную позицию на поле. И здесь абсолютно, ну, как может показаться со стороны, где-то, может быть, влияют какие-то габариты. На самом деле нет. Здесь абсолютно разные способности от потенциального игрока требуются. Ну, и даже есть такое выражение, что в принципе в регби не главное вес, рост или возраст. В регби главное не бояться. Что касается женской команды «Севен Линкс», ее состав практически не менялся с момента создания дружины. Меня позвала моя подружка Юлия Жихарева. Вместе играли с ней в регби, вместе учились с ней в Белгуте. Она пришла и сказала, у нас открывают секцию, то есть по регби. Я говорю, круто, пошли посмотрим. Пришли, посмотрели, поняли, что нам это нравится, это интересно, и начали развивать. Спортсменок было немного, но этого количества хватало, чтобы выступать на соревнованиях с минимальным числом замен. Рогбисткам удалось сохранить костяк. Но сегодня они также нуждаются в новых игроках, как и мужская дружина. Каждый гомельчанин может прийти, и мы постараемся как раз-таки распознать в нем те уникальные качества, которые можно использовать на какой-то позиции. Здесь, в принципе, зависит от каждого просто сделать первый шаг, убедиться, что это не страшно, как это выглядит со стороны. В мире достаточно развита в том числе и ветеранская регби с категориями 70+, где игроки преспокойно играют старше 70 лет, разыгрывают какие-то свои соревнования. То есть здесь пока игрок сам для себя не решит, что ему пора на пенсию, он может играть. Все от него зависит на самом деле. Конголезец Планди Банза играет в регби уже 4 года. Год назад он поступил в аспирантуру Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Здесь он узнал про клуб Кватро и решил прийти на тренировку. Так до сих пор и выступает с гомельчанами. На вопрос, почему именно этот вид спорта, отвечает – просто любит регби. Я в Ростов на данный играл в регби. Команда «Импульс». У меня много ребят, друзья, сегодня играют за локомотивы, за сбор в России. В России более серьезно относятся к регби, чем в Беларуси. Допустим, у нас в команде в России было около 25 людей в составе. Чтобы попасть на поле, было сложно. И была серьезная тренировка. Мы приходили на тренировки иногда просто в пятую, заканчивали половину девятого и половину десятого. Это было более серьезно. Постоянно были соревнования и постоянно играли. Я понимаю, что в России другой уровень регби. Из-за того, что у них финанс есть, их позволяют этим делать. А в Беларуси у нас пока сложности с финансом. Блэнди подтверждает, что людей не хватает. Он считает, что многие боятся играть в регби и думают, что они здесь травмируются. Я даже хотел бы приглашать друзей, чтобы они приехали у нас в команду играть. Команда очень мирная. Если они меня приняли, значит вас тоже примут. Играют очень активно. И девушки наши тоже очень серьезно играют. И мужики тоже нормально играют. Поэтому, может быть, кто-то более, как вы только что сказали, что очень добрые люди. Но на поле тут доброта надо куда-то взять, бросаться и просто играть жестко и серьезно. В прошлом году гомельские команды провели уникальный фестиваль регби, главной задачей которого было рассказать как можно большему количеству людей про этот вид спорта. Аудитория – студенты. Спортсменам-энтузиастам удалось подтянуть немало спонсоров и участников. Гостям фестиваля рассказали, что такое овальный мяч и наглядно показали, как им пользоваться. Фестиваль получился интересным, ярким. В Гомеле давненько такого спортивного мероприятия не было, сделанного именно энтузиастами. Вот, поэтому нам понравилось, было здорово, было классно. У ребят были тоже положительные фидбэки, они сказали, что давайте еще пробовать. В этом году у нас не получилось, конечно, из-за пандемии. Но я думаю, что либо осенью мы что-то наверстаем, либо уже на следующую весну будем что-то планировать в формате фестиваля. Организаторы опасались, что не будет интереса. Регби все же не настолько популярен, чтобы проводить фестивали, как, к примеру, футбол. Однако гомельским командам удалось собрать несколько сотен человек. Мы попытаемся развить это до такого формата, чтобы в Беларуси это был действительно такой хороший, крутой опен-эр, где ребята могли поприйти, попробовать себя, потрогать мяч, понять, какие элементы регби есть, и осознать, подходит для них этот вид спорта, либо нет. К слову, спортсменки реализовали проект регбистки на поле и в обычной жизни. Его цель была показать, что такое женское регби. Девушки рассказывали и показывали, кто они за пределами площадки и на поле. Женщины регби – это красиво, потому что, во-первых, мы видим красивых, милых девушек, которые очень женственные, достаточно умные, потому что почти все у нас с высшим образованием работают. И когда они выходят на регби, они показывают то самое мужество, которое не показывают даже обычные парни, проходящие мимо на улице. То есть это вот лебедь, которая только что пришла на тренировку в платье, красивая переоделась в форму, лупит мужчин, заносит им попытки. Это очень красиво, я вам скажу. Главное на регбийном поле – это уважение к судьям, сопернику и, конечно же, своей команде. Спортсменки играют чисто. Они хотят показать, что регби – это красивая и интересная игра. Взяла мяч, красиво обыграла, занесла попытку. Делится секретами Ира Дроздова. Она – капитан команды. Стала им относительно недавно. Для спортсменки это очень ответственно. Надо показывать пример своей команде, своим игрокам, к чему стремиться, к чему тянуться. Также помощь нашему тренеру. То есть не постоянно тренироваться с мужчинами, а думать, где у девчонок какой-то пробел, где у нас вообще пробел и искать место, где его можно отработать. Тренировки после работы, личная жизнь после тренировок. То есть все замечательно. Когда молодые люди друг друга понимают, кто-то даже участвует вместе здесь парами ходит. Кто-то приходит, просто смотрит, наблюдает, болеет, переживает. Это круто. В команде «Кватра» есть и спортсмен, история которого заслуживает внимания. Сергей Юркевич родом из Светлогорска. Там же работает и живет. Но стабильно раз в неделю или больше приезжает на тренировки в Гомель. Вот уже на протяжении года. За это время он уже дважды поучаствовал в национальных первенствах страны. Здесь есть все. И борьба, и элементы футбола есть. И волейбол, и баскетбол. Здесь все, 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 все собрано в одно. Можно побороться, побегать, потолкаться. Когда выхожу на площадку, появляется легкость, эйфория. Обо всем забываешь. Какие-то проблемы, где-то что-то было. Ты вышел, ты играешь, ты знаешь, чтобы тебя не поломали, где-то там лишнего не ударили. Ты начинаешь играть, и обо всем забываешь. Все, что есть, все, что было. Кстати, гомельчане становились чемпионами на белорусском фестивале снежного регби «Лютый кубок». Еще они успешно выступают на международных соревнованиях. В составе сборной они заняли третье место на международном турнире в Литве. Субтитры создавал DimaTorzok